здравствуйте дорогие друзья я рад вас видеть на моем канале добро пожаловать сегодня будет видео про как сделать трости на самом деле делаются трости как я сам делаю в течение два года делаю трости хотел поделиться своими навыками своими опытами своими знаниями я покажу от начала до конца это будет ручная работа без машинки я советую все видео надо будет смотреть от начала до конца чтобы пропустить момент при изготовлении трассе для фагота помимо тростника необходимо иметь следующие инструменты доска длиной 13 15 сантиметров деревянная палка с отметки полукруглая стамеска нож желательно острый острое лезвие канцелярский нож линейка штифты развертка плоскогубцы торцевые кусачки мелкие напильники трехгранный плоский фасон микрометр полотно проволока желательно латунный клей водонепроницаем нитки сушилная доска наждачная бумага язычок зубная четко сам камыш трубка вот так выглядит да потом мы разделим на четыре части потом обрабатываем обрезаем профилируем да потом сушим потом обрезание вот готовый трос с помощью линейки мы будем измерять длину трубку по 12 сантиметров трубку необходимо распилить пилой на отрезке длиной 12 сантиметров если внешний диаметр заготовленного камыша 25-26 миллиметров палка делится на 4 доли если меньше 24 миллиметра то на 3 бросаем пластинки важно будет проследить чтобы пластинки плавали в воде они лежали на дне ванноч когда мы будем работать стамеской надо будет запомнить одну вещь если камыш плотный то пластинку можно доводить до толщины 1 1 2 миллиметра если рыхлый камыш до 1 35 миллиметров не тоньше пластинки укладывается рядами в один слой глянцевым слоем коры кверху для лучшего пропитывания водой мякоти фасон на котором трос обрезается по желаемой форме на практике употребляется две различные системы сейчас у меня в руках прямой фасон чару g3 прямом фасоне работают удобно потому что пластинка передает форму не перегибая ее первое перегибающий фасон второй прямой фасон перевернув пластинку уложим ее на деревянную палку на которой размечены отрезки по три сантиметра видите если отмечаю сейчас намечен центр по которому позже необходимо перегибать пластинку потом легким ножом делаем неглубокий надрез ножом снимается верхний слой заготовки движением от крайних надрезов к центру даже опытному мастеру после этого необходимо перейти к работе крупным надфилем или плоским мелким напильником естественно обработка производства во влажной заготовки отмечаем центр потом работаем мельким напильником я вам советую алмазный надфиль или мелький напильник очень удобно потом снимаем отшлифуем отмечаем сколько надо убрать рисуем центр где надрез будем делать да легким нажимом делаем надрез и будем перегибать прежде чем приступить к формированию круглой щейки троси следует намотать первую проволоку всего их три с помощью плоскогубцев концы проволоки необходимо потянуть и закрутить против часовой стрельки насадив трость на штифт следует обмотать с максимальным усилием и оставить ее сохнуть на штифте не меньше суток ускорять сушку каким-либо способами нельзя потому что так как тростник теряет свои природные качества и в конечном итоге трост будет недолговечный снимаем и заново еще отшлифуем потому что гладко должно быть между первой проволоки и второй 10 миллиметров между второй и третьей проволоки 14 миллиметров следующая операция обмотка заготовки нитками характерными признаками хорошей трости является правильный строй устойчивость на надежных правильных нотах адекватное раскрытие трости пасть достаточный динамический объем качественный тембр звучания что необходимо взять себя за правило никогда не пытайтесь получить готовую законченную трость в первый же день лучше оставить время на усадку трости учитывая что процесс дотачивания занимает примерно неделю я это делаю перед тем обрезать трости буду работать над филим потому что после обрезания мне удобно будет подгонять до конца трости буду знать сколько убрать видите я сейчас отмечаю где сердце трости я вам советую много не снимать это место если убрать много это приведет можно испортить трость отмечаю с помощью линейки где-то 58-5 миллиметров оставляю где-то 2 миллиметра потом обрезаем длина лопатки имеет важное значение для звучания и подвижности трости опыт показывает что оптимальная длина лопатки от первой проволоки до торца должна составлять 28-5 миллиметров при этом надо отметить что более короткая лопатка будет иметь лучшую чувствительность в верхнем регистре в то время как в среднем и нижнем регистрах извлечение звука будет затруднено лучшую чувствительность в нижнем регистре даст более длинная лопатка спасибо посмотрели до конца видео я думаю у вас все получится если видео понравится ставим лайк и и Продолжение следует...